Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня гость открытой студии, медицинский директор федеральной сети клиник экспертной онкологии Евроонко, врач-анестезиолог-реаниматолог, заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии Иван Вячеславович Петькиев. Здравствуйте, Иван Вячеславович! Иван Вячеславович, поговорим сегодня о палеотивной помощи в онкологии. Что это такое вообще палеотивная помощь, кому и когда она нужна? Если говорить именно про онкологию, то, в моем понимании, палеотивная помощь — это многогранная, комплексная помощь, включая в себя не только медицинскую, как основной, в общем-то, сегмент помощи, но и социальную, направленную, прежде всего, на облегчение симптомов, купирование их, улучшение качества жизни, в идеале увеличение продолжительности жизни пациента. И, по сути, палеотивная помощь начинается с момента постановки такого грозного диагноза, как онкология. Но это непосредственно помощь тем, у кого уже нет возможности вылечиться? Не обязательно. Вот как раз таки к вопросу о том, когда начинается палеотивная помощь, она начинается, по сути, с постановки самого диагноза и до момента вывода глубокую ремиссию или же излечения, что бывает. И, ну, или же для уже плохого конца, либо перехода уже в хосписный статус пациента. Это вещи и палеотивную помощь, и хоспис надо обязательно различать. Но в чем кардинальная разница непосредственно между палеотивной и хосписной помощью? При палеотивной помощи это всегда именно не только выигрыш в качестве жизни, но и выигрыш в продолжительности. И эта продолжительность может варьироваться не только от дней, месяцев, но и, может быть, и в течение нескольких лет. При этом человек может вести активный образ жизни, в некоторых случаях даже работать, посвящать свободное время именно своему досугу, своим близким. Хоспис – это же в большей степени про пациентов, у которых уже, по сути, терминальная стадия онкопроцесса. И здесь надо сделать максимальный акцент на заботу, на оккупирование тех грозных осложнений, которые ухудшают качество жизни. Это, прежде всего, болевой синдром. Сделать акцент на психологическую поддержку. То есть, в хосписной, в общем-то, службе участвует не только сам пациент, и врачи, медики, но и, прежде всего, его родные и само общество, наш социум. А вообще, какие методы используются при палеотивном лечении? Помимо сугубо медицинских методов, это оккупирование всех тех осложнений, которые возникают при течении онкопроцесса, начиная от непроходимости кишечной, заканчивая возникновением, скоплением жидкости асетической у пациентов. Это то, что впервые там сталкиваются, чаще всего сталкиваются пациенты, или что сейчас приходит на ум. Это, прежде всего, оккупирование болевого синдрома, то есть терапия боли. Это отдельное направление, и в нашей клинике оно выведено в особый статус, с этим занимаются сугубо квалифицированные врачи, которые имеют, в общем-то, и европейские сертификаты по этому направлению, даже по науке, наверное, как терапия боли. И помимо этого, есть еще направление онкопсихологии, где психологи участвуют в психологической поддержке и коррекции пациента, к лечению именно душевного статуса пациента, к принятию нынешней реальности с той проблемой, с которой он столкнулся. И, наверное, в большей степени к возвращению к позитивному настрою, и настрою именно на терапию или же ее положительный эффект. А какую помощь получают при этом близкие больного? Близкие также нуждаются именно в психологической поддержке, нуждаются именно в передаче того настроя со стороны врачей и медиков в отношении, именно, сложно сказать, наверное, помощи пациентам, к возможности того, чтобы они могли перезагрузиться перед каким-то сложным этапом или уже при длительном их уходе. Врачи должны давать возможность родственникам передохнуть и обучить их именно к методам ухода, к специфике ухода за такими пациентами. То есть здесь такой многоуровневый подход, в том числе обучающий, поддерживающий планы. Но правильно я понимаю, что палиативную помощь можно получить как амбулаторно, так и стационарно? Да, и амбулаторно, и стационарно, и палиативная помощь, она не исключает в том числе и специфическую терапию. Поэтому пациент может параллельно получать палиативную помощь и получать химиотерапию. И химиотерапия само по себе тоже может носить палиативный характер. Поэтому чаще всего стараются таких пациентов, конечно же, особенно в кризисные дни, наблюдать в условиях стационара с последующим уже амбулаторным контролем. Либо на амбулаторном уровне наблюдения динамическое с целью недопущения ухудшения, либо в своевременной реакции на ухудшение пациента. Иван Вячеславович, Вы работаете в клинике Евроонко. Действительно ли эта клиника стала одной из первых частных клиник в России, специализирующихся именно на оказании палиативной помощи? Достоверно могу сказать, что мы первая частная онкологическая клиника в России. И, соответственно, за 10 лет существования клиники уже имеем большой багаж опыта и знаний в отношении именно палиативных пациентов, потому что чаще всего мы встречались именно с таким контингентом больных онкологических пациентов. И, соответственно, мы продолжаем развиваться в этом направлении. Ну и могу с уверенностью сказать, что уже обладаем экспертным статусом в ведении этих пациентов именно в оказании палиативной помощи на всех этапах заболеваний. Но есть какие-то особенности, которые отличают? Возможно, Вы какие-то услуги предоставляете, которые другие клиники не предоставляют? Однозначно есть элементы эксклюзивности. Это прежде всего в самом мультидисциплинарном подходе, так как именно наши специалисты, в том числе и специалисты терапевтического профиля, кардиолог, терапевт уже понимают и особенности этих пациентов, в том числе и с прогрессированием хронических и соматических заболеваний. Обязательно это сильная экспертная эндоскопическая служба, которая помогает хирургически малоинвазивным путем оккупировать осложнения грозные и помогает стабилизировать этих пациентов и перевести на следующий этап терапии. Это прежде всего реанимация интенсивная терапия, которая, по сути, от момента поступления уже курирует тяжелых пациентов и также их стабилизирует и переводит на возможный курс палиативной специфической терапии. То есть, по сути, это именно такой комплекс мер, где каждый выполняет свою функцию, и в сумме мы получаем ожидаемый положительный результат. Почему важна палиативная помощь и вообще какие возможности для пациента она открывает? Прежде всего, важность палиативной помощи – это, наверное, гуманность ее и гуманность подхода, так как при столкновении его уже с грозным онкологическим заболеванием, особенно на последних стадиях, пациент не должен оставаться один, он не должен бояться, то есть он не должен испытывать страх, он не должен испытывать стыд и одиночество. Поэтому я акцентирую внимание, что это не только медицинская, но и социальная составляющая. И как раз-таки здесь службы, направленные на поддержку пациента, именно психологического плана – это неотъемлемая составляющая всей помощи палиативной. Можно ли благодаря палиативной помощи как-то кардинально улучшить состояние пациента и вообще добиться ремиссии? Были ли на вашей практике такие случаи? Как уже сказал выше, при возможности применения именно специфической палиативной, например, химиотерапии, можно не только выиграть время, но и добиться определенных показателей ремиссии. То есть это вопрос о том, что при оказании палиативной помощи можно выиграть не только месяцы, но и года жизни пациента. И при этом пациент будет вести качественную жизнь, будет активен, будет, соответственно, участвовать в том числе и в социальной жизни общества. Как вообще пациенту получить палиативную помощь? Какие варианты в России есть? В настоящее время, к радости, наверное, всего нашего отечественного медицинского сообщества, по крайней мере, в Москве, достаточно широко представлена палиативная служба. Сетка именно палиативной помощи ежегодно расширяется, и помощь более качественная, более, соответственно, обеспеченная, и уже нет того страшного дефицита в плане коечного фонда, с которым мы и ранее сталкивались. Поэтому она доступна уже достаточно для всего округа пациентов, населения по минимальному документу на уровне стационаров при выявлении того или иного заболевания, либо уже при фиксации его терминальной, либо конечной стадии. В частном спектре есть уже выбор в плане достаточно экспертных клиник, которые могут оказать помощь на всех этапах, и Евро-Онкоклиника является, по сути, лидером в этом направлении, так как мы сталкивались, наверное, со всеми случаями на всех уровнях течения онкопроцесса, но и со всеми осложнениями, которые могут возникнуть у данного рода пациентов. От чего вообще зависит успех в лечении рака? Успех, наверное, больше зависит от своевременности, своевременности не только обращения, но и, прежде всего, выявления заболевания, от своевременности оказания самой помощи и от качества этой помощи. Иван Вячеславович, а какой совет вы дали бы пациентам, которые только-только получили эту информацию, которым только поставили вот такой неприятный онкологический диагноз? Ну, это, прежде всего, не отчаивается и, наверное, максимально быстро постараться обратиться в квалифицированные руки, за квалифицированной помощью. И, по сути, при современных возможностях у человека всегда есть шанс получить именно ту помощь, на которую он рассчитывает, на которую достоин. И не только в государственном, я и говорю, но и в частном спектре. Спасибо вам большое, Иван Вячеславович, за ваши комментарии. Гость открытой студии сегодня медицинский директор федеральной сети клиник экспертной онкологии Евроонко, врач-анестезиолог-реаниматолог, заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии Иван Вячеславович Пить-Киев. Я, Ивна Добросовестна. Спасибо вам большое. Спасибо, все хорошо.